Которая загружена на том компьютере, но том мы смогли смотреть, смотрели в интернете, на портале. А вот теперь я пришла в архив. И в архиве я могу сделать поиск, соответственно. Могу сделать поиск по фондам и описям, могу сделать поиск по сквозной информационным ресурсам. И найти, соответственно, эту домовую книгу. Вот меня интересовал архив ЦГА, где мы сегодня с вами находимся. Соответственно, вбивая просто элементарный адрес, я могу найти архивные шифры домовых книг, которые представлены в этом архиве. Вот таким образом. А здесь несколько книг этих? Конечно, здесь может быть представлено несколько книг. Вот, поэтому нас, например, интересуют только дела. Могу, соответственно, эти домовые книги посмотреть. Ух ты! Сколько их там, что в 5 лет? Да, ну вот для того, чтобы просто ускорить эту историю, вот, мы сейчас сделаем, поскольку я уже знакомилась с этими домовыми книгами, и знаю номера отдела, то есть поиск осуществляется по адресу. Что же мне не то показывает? Сейчас, секундочку. Вот это коллекция домовых книг, да, это фонд 7-9-6-5. 7-9-6-5, это как раз вот то, что живет на Барцинаминске, да? Вот, просто почему я вам хочу это показать, что вот эта домовая книга, видите, она находится в плохом физическом состоянии. Ну, что такое плохое физическое состояние? Иногда пользователь спрашивает, ну, почему я не могу приехать, что такого будет, если я посмотрю эту книгу? Просто посмотрите, в каком она на самом деле находится состоянии. Если бы эта домовая книга не была оцифрована, я бы никогда в жизни эту информацию посмотреть не смогла. Видите, это отрывки листочков, которые практически, ну, можно сказать, что невозможно прочитать. Может быть, вам обойти?